Привет, друзья! Продолжаем тему Iconic Fast Food. И сегодня мы с вами приготовим кубинский сэндвич. Этот сэндвич на сегодняшний день один из популярных бутербродов в мире. О кубинском сэндвиче стало известно в середине 19 века. Эти сытные сэндвичи были основной едой рабочих, которые работали на табачных фабриках или сахарных заводах. Я покажу ресторанную версию, не классическую. Классическая она слишком скромная. Но в нашем случае, который мы сегодня с вами приготовим, это будет роскошный, вкусный, сытный бутерброд. Причем этот бутерброд мы с вами приготовим совершенно из простых, доступных продуктов. Кубинский сэндвич состоит из нескольких слоев. Это жареная свинина на гриле или же другой вариант, запеченная low and slow. Есть такое понятие, то есть она практически рассыпается в руках. Но я вам скажу относительно своего опыта, что свинина, приготовленная на сковородке, на гриле, наиболее вкусна, чем low and slow. Сейчас мы с вами сделаем особый маринад, который применяется на кубе. Половину сока апельсина. Половинка сока лайма. Столовая ложка тростникового сахара. Куда же без тростникового сахара на кубе. Щепотка черного перца. Небольшая щепотка чили. Много не надо, потому что мы еще с вами будем использовать острый перец. Кумин или же зира. Буквально немножко. Если вы любите зиру, можете добавить больше. Если нет, то буквально слегка. Именно кумин дает тот самый правильный, аутентичный вкус вот карибов. Пол чайной ложечки молотого кориандра. Грамм 50 кубинского рома. Если нет рома, используйте любой вкусный алкоголь. Это может быть коньяк, бренди. Немного листиков тимьяна. Два зубчика чеснока. Пол чайной ложечки соли. Все смешали. Две столовых ложки оливкового масла. Наш дрессинг готов. Попробуем. Прекрасненько. Для нашего сэндвича исключительно будет кусочек шеи. Она жирненькая, умеренная, и в то же время в ней мяско. Жарится достаточно быстро. Нарезаем очень и очень тонко. Вот такие вот у нас с вами должны получиться пластины. Сэндвич этот очень сытный. Фактически он считается самостоятельным блюдом. Если вы к нему добавите чашечку кофе, чая, то в принципе это очень сытный, хороший перекус в середине дня. Для одного сэндвича вам понадобится в 4 кусочка вот такой вот свинины. Отправляем наше мясо в замечательный маринад. Мясо мы с вами замариновали. Дайте ему постоять буквально 15 минут. За это время мы с вами проведем подготовку других ингредиентов. Ставим его в сторонку. На чем же традиционно готовится этот сэндвич? Существует так называемый хлеб, кубинский хлеб. Многие из вас спросят, а что в нем особенного? Ребят, да ничего особенного. В принципе, он такой же белый хлеб, как и французская багета или же фокаччо. Разница между кубинским хлебом и итальянским, то, что итальянцы для приготовления своей фокаччи используют оливковое масло, а кубинцы используют масло сливочное или же свиной жир. Вот и вся разница. Вот такая вот булка. Это итальянский хлебушек. Я его буду использовать. Сейчас мы с вами придадим нашему хлебу форму правильного сэндвича. Я обрежу краешек. Как я и говорил, этот бутерброд достаточно большой и сытный. Вот такой вот он будет. Мажем маслом. Мы эту сторону сейчас с вами подгрелуем для того, чтобы добиться максимального вкуса нашего сэндвича. Я рекомендую вам приобрести вот такой вот пресс. Это панини пресс. И пусть он у нас с вами поджаривается. Делаем температуру меньше. Для приготовления кубинского сэндвича традиционно используется два мясных ингредиента. Это свинина, которую мы сейчас с вами замариновали, и ветчина. Но уже в 1932 году об этот сэндвич стали добавлять солями. Потому что во Флориде и в Майами была очень обширная итальянская диаспора. Они этот сэндвич тоже начали продавать. Ну, естественно, итальянцы, как без солями. Итак, ребятки, посмотрите, что с нашим хлебушком. Вот, замечательно. Убираем его в сторонку. Гриль я пока выключаю. Он нам понадобится позже. Эту сторону поджаривать не нужно. Мы ее с вами поджарим в самый последний момент. Сейчас нам нужно очень тонко нарезать ветчину и солями. Включайте плиту, разогревайте хорошую чугунную сковородку. Начнем жарить. Плита у меня готова. Наш маринад нам больше не понадобится. Сливайте его. Буквально граммулечка оливкового масла смазать сковородку, так, чтобы наше мясо не прилипало. Ребята, я вам дам хороший совет. Когда вы хотите добиться красивой корочки, много мяса не нужно класть на сковородку, потому что мясо даст свой естественный сок, плюс у нас еще и был маринад, и, соответственно, она будет вариться, а не жариться. Поэтому буквально по 2-3 кусочка. И этого достаточно. Сливина жарится тоже достаточно быстро. Такие тонкие кусочки свининки, им достаточно буквально 5 минут. Раза 2 перевернули, и этого достаточно. Я придавливаю, но не сильно, для того, чтобы сделать плоскую форму. Потому что, если я слишком буду давить, то я все соки из свинины выдавлю, и она будет сухая. Ну, в общем-то, и все. Вот, видите, крови уже нету, но внутри она еще слегка розоватая. Это говорит о том, что она очень сочная. Все, готово. Сейчас мойте сковородку, потому что на ней, видите, небольшой нагар. Свининка готова, жарим ветчину. Как всегда, совсем немножечко оливкового масла. Ох, как же пахнет, мама мне. Да, пахнет круто. Проголодался уже? Да. Очень. Хорошо. Еще 10 минут, и все, бутерброд будет готов. Я сильно не жарю. Мне нужно выделить аромат и вкус копчености, которые присутствуют в ветчине. При этом я хочу сохранить сочность колбаски. Салями жарить мы не будем. Салями мы оставим такой, какая она и есть. Один из самых важных ингредиентов это сыр. Традиционно там используется швейцарский сыр. Честно говоря, мне не совсем понятно, каким образом в середине 19 века оказался на Кубе швейцарский сыр. Ну, да ладно, мы не будем спорить. Для бедных рабочих. Да, для бедных рабочих швейцарский сыр. Отличная идея. Я буду использовать три разновидности сыра, потому что я люблю что-нибудь поинтереснее и по забубольности. Итак, швейцарский сыр Груер. Нарезаем тоненько. Немножко добавим английского чадара. И еще швейцарский мааздам. Каждый из этих сыров обладает уникальным вкусом ароматом и прекрасно сочетается в запеченных бутербродах. Такой, как наш кубинский сэндвич. Ребята, если у вас нет таких сыров, используйте обычные сыры, которые продаются в вашем местном магазине. Традиционно в кубинском сэндвиче используются соленые огурчики. Уже позже стали добавлять туда перец халапеньо. И я считаю, правильно сделали, потому что перец халапеньо невероятно улучшает и освежает вкус этого тяжелого бутерброда. Зеленые огурчики. Я их режу мелко. Можете использовать бочковые огурчики. Еще лучше домашние. Еще лучше домашние, это правда. Перца халапеньо я много не буду добавлять, потому что он все-таки очень острый. Небольшой кусочек свежего лучка. Нарезайте так тонко, как можете. Совсем немножко перчика красного, болгарского. Половинку помидора. Мякоть, сердцевинку убирайте. Лишняя сочность нам не нужна. Он и без того будет невероятно сочный и вкусный. Во многих кафе добавляют еще капусту. Я этого делать не буду. Это уже за гранью добра и зла. Друзья, это основные ингредиенты для кубинского сэндвича. Включайте сейчас свой пресс, так, чтобы он нагрелся. На среднюю температуру слишком мощно не надо включать, иначе наш сэндвич не успеет хорошо прогреться. Наша задача, так, чтобы все ингредиенты стали теплыми и сыр расплавился. Пресс, он греется с двух сторон, сверху и снизу. Поэтому, когда мы его с вами закроем, пройдет нагрев равномерно. Пресс у меня готов. Вперед! Давайте намажем маслом обратную сторону, потому что, когда наш бутерброд уже будет загружен, это будет тяжело сделать. Почему только вот все время сливочное масло, а не оливковое, например? Хороший вопрос. Дело в том, что традиционно кубинский сэндвич готовится с большим количеством сливочного масла. Именно сливочное масло даст именно тот самый аутентичный вкус кубинского сэндвича. Давайте будем готовить так, как готовят кубинцы. Горчица. Горчица не жалейте. Дижонская горчица или же английская желтая. Без горчицы этот сэндвич не будет уже кубинским. Сырок. Пойдем произвольно. Пошла свининка. Ветчина. Салями. Это просто бомбический сэндвич. Скушал его. Взлетел на луну. На луну, да. Своим ходом. Вторую половинку хлеба мажу маслом. Хорошо. Горчица. Зелень. Закрываем. Так. Придавили. Отправляем в печь. И закрываем. Огонь делайте средний. Так, чтобы сыр наш расплавился и бутерброд прогрелся. Этот процесс средним займет минут 10-15. Ну вот такая вот у нас с вами красотища получилась. Прелесть. Аллилуйя! 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 Вообще. Дашь кусочек? Обязательно. Сейчас я попрощаюсь с нашими друзьями и будем дальше курить. Друзья, ребята, это просто блаженство. Кубинцы знают ток. После этого бутерброда сразу салфу танцевать. На этом все. Увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok